Они чё-то раскапывали, чё-то говорили и раскапывали. Привет-привет, друзья! С вами я, Кекс, Мультипульти, всем вкусняшек и мороженок. И сегодня новый эпизод по игре GTA V. Аниматроники. Серия называется «Как Фредди и аниматроники узнали тайну чёрных аниматроников». Итак, ребята, смотрите, Фредди был у бабушки, и он вернулся. И аниматроники устроили ночной пикник. Самое время для страшилок. Фредди, пожалуйста, расскажи страшную историю, как ты это можешь? Хорошо, ребята, я когда был у бабушки, услышал очень страшную историю. Она мне рассказывала, что очень-очень давно жили две сестры, две принцессы. И, как всегда, одна из них была красивая, добрая и справедливая. А вторая принцесса была жадная, злобная и коварная. И к тому же она занималась колдовством. Все жители города любили только добрую принцессу, а коварная делала свои грязные тёмные делишки. И вот однажды её охватила безумная зависть к своей сестре. Ничего себе, да-да-да, и чё? И она взяла, закрылась в комнате и начала создавать ужасное зелье. Да, если ты его выпьешь, то все тебя безумно полюбят. И вот она создала его и оставила остывать. Но добрая сестра не знала и случайно выпила это зелье. И на неё перешло коварное колдовство её сестры. И чё стало? И вот однажды она шла по улице. И она стала настолько прекрасной и красивой, что все жители этого города захотели получить эту красоту. Они набросились на неё и разорвали в клочья. И сразу же это заклятие перебросилось на них. А на следующее утро, как только они очнулись, они стали искать свою принцессу, которую они же её разорвали. И бабушка сказала, что они до сих пор рыщут. Фух, конечно, история страшная. Это всё от моих выдумок. Да, Бонни, я тоже не поверил бабушке. Она мне сказала, что эти чёрные аниматроники до сих пор бродят и ищут свою принцессу. Вот она, прикольно. Это всё враньё. Нет, Бонни, не враньё. Я тоже так сказал бабушке. И я взял и поехал в то место, куда мне сказала бабушка. И чё? И чё там было? Я поехал в то место, где раньше, тысячу лет назад, жили, жили эти жители и эти две принцессы. И эти две принцессы. А за суда! И чё? Я увидел с левой стороны реки какие-то старые-старые заброшенные домики, как и описывала бабушка. Я вылез из лодки. И ничего не предвещало беды. А за суда! Ай, мамочки, мне страшно! Я с собой взял фонарик, потому что было очень-очень темно. И решил посмотреть, где же, где же бродят эти аниматроники и жители этого города, которые до сих пор ищут свою принцессу, как я думал. Я, как всегда, подумал, что бабушка преувеличивает. Но тут... Но тут я что-то услышал. Я услышал какие-то звуки. Не только звуки, но я увидел. В этих домиках были привидения, да. Они звали, звали свою принцессу. На них было заклятие. Они летали в этих домиках. Я сразу заблудился. Не было выхода. Очень сложно было найти выход. Один домик плавно переходил в другой. И кругом летали эти черные аниматроники. Они летали и звали, звали эту принцессу. Вот это да! Вот это круто! А что было дальше? Ты вышел? Нет, я стал искать выход из этих домиков и наткнулся на целых десять черных аниматроников. Они сидели и что-то делали. А что не делали, мамочка? Они что-то раскапывали, что-то говорили и раскапывали. А дальше? А дальше я пытался найти выход. Но эти домики были как одна сплошная стена. И кругом летали черные аниматроники. Вот это жесть! Ух, как страшно! Давай дальше, Фредди! Кто-то пошел! Я пытался найти выход, но никак не мог его найти. Домики переходили в домики, аниматроники летали и звали свою принцессу. Это было что-то ужасное. У меня весь покрылся мурашками. Было очень страшно. Я шел прямо, пытался найти выход. И вот, мне показалось, да, это был выход. Я нашел выход. Фу, классно! А что было дальше? Я думал, уже бросится бежать. Но бабушка мне сказала, что там есть старое-старое кладбище. Ага-га-га-га, а че там? А на нем бродят черные аниматроники и зомби. И они ищут, зовут свою принцессу. И за то, что они сделали, на них наложено заклятие. И так будет продолжаться тысячи лет. Ага-га-га-га! Ты че увидел зомбарей? Да, я подошел поближе И то, что я увидел Заставило мою кровь застыть в шилах Да, это были зомби-аниматроники Они ходили и звали свою принцессу Они звали ее Они просто ходили по кладбищу И искали ее, звали ее Ой, мамочка А некоторые даже сидели И копали ее из-под земли Их было множество, премножество Это было ужасное зрелище Я не знал, что делать, я растерялся Вокруг ходили эти ужасные аниматроники Они сидели, они бродили, они кричали Они стонали Они не видели меня Им нужна была только принцесса Один даже наполовину торчал из земли Ой, мамочка, Фредди Уходи оттуда, уходи Да, я тоже так подумал Если они на меня набросятся, то мне не поздоровятся И я, что есть мочи, начал выбираться Из этого черного кладбища, где были черные аниматроники Кругом был холодный ледяной туман Бабушка была права Один раз в тысячу лет Они выходят и зовут свою принцессу Все, так теперь я знал, где выход Я уже не захотел идти в эти дурацкие домики С этими привидениями Я их аккуратно обошел Ой, Фредди, что дальше? Ага, Фредди, что дальше? А что дальше? Я обошел эти страшные домики И бросился к своей лодке Лодка была на месте Я запрыгнул в нее Завел Развернул ее И помчался, что есть мочи Из этого ужаснейшего места Фух Вот это жесть Ты выбрался, Фредди? Да, я ехал на такой огромной скорости Даже перелетая через поля Вот так вот я узнал Тайну черных аниматроников Ого, вот это было круто Да Так было страшно, Фредди Капец Если это все правда Тут вообще Страхота А бабушка у тебя дает Да Ну что, ребята Если вам понравилась эта страшилка Поставьте палец вверх Подпишитесь на мой канал И напишите крутой комментарий Если хотите попасть в эти рамочки Ребята Чтобы попасть в эти рамочки Ничего сложного Просто напишите большое количество комментариев Я рандомно выберу три из них И вы попадете ко мне в видео Это очень просто Я выберу три комментария И вы опишитесь мне в видосике Все, ребята Завтра новая серия про аниматроников Вы были на канале Мультипульти Поставьте лайки Подпишитесь Напишите крутые комментарии Люблю, целую всех с наступающим Новым Годом Это была страшилка по вашим заказам Все, до завтра Счастливо покидава Че-то я разговарился Ну пока уже, пока, говорю Ну все, пока, идите Субтитры сделал DimaTorzok